МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало мая. Красные гвоздики, как слезы тех далеких страшных лет. И ветеранов праведные лики, особенно которых больше нет. Идут по телевизору парады, горят в архивных фильмах города. Тем, кто остался, раздают награды. И кажется, что было так всегда. Война еще исчезнуть не готова. Те годы, миллионы личных драм. А потому давайте вспомним снова всех тех, кто подарил победу нам. Не так давно к нам на Донбасс приезжали гости из Российской Федерации. Писатель, член московского землячества, донбассовцев и общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Святослав Рыбас, а также главный редактор издательства «Вечи. Город Москва» Сергей Дмитриев. Будучи здесь, у нас на Донбассе, увидев все те места боевой славы, где проходили военные столкновения, начиная с 2014 года, у Сергея Николаевича родились поэтические строки, которые он посвятил всем жителям Донецкой Народной Республики. Над Саур-могилой плачет дождь, и колючий ветер злится, и никак смятений не поймешь, год какой сегодня длится. 43-й и геройский штурм высоты советскими войсками, или 14-й, когда Саур атакована была боевиками. Тут и там готовность жизнь отдать за свои просторы и свободу, и от дома дальше отогнать подлую нацистскую породу. Тут и там готовность вызывать на себя огонь жестокий. Над Саур-могилой хочется молчать, ощущая подвига истоки. Непонятно, то ли война, то ли войны нет, то ли весна, то ли зимы след, то ли покой, то ли огня взрыв, то ли застой или опять обрыв. То ли Донецк, то ли Россия часть, смути это конец или ее не обуздать, то ли это судьба, то ли времен каприз. Стихнет ли это борьба или всех ждет сюрприз? Всяких вопросов тьма, и не поймешь за раз, будто бы тайн закрома людям открыл Донбасс.